МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Карелии. В студии Анжела Дробышевская. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Пока на сегодняшний путь под угрозой находится здесь, в случае, если угроза снимается вокруг, тогда Невский центр поможет. Самая свежая информация о лесных пожарах в Карелии. То есть люди отдают людям. Сотрудничество с организациями, к сожалению, для нас очень тяжело дается. Новое направление для республики. Что такое фудшеринг? Задача конкурса была познакомить детей с карельскими рунами, не вошедшими в Апаскаливало. Петрозаводский железнодорожный вокзал украсили карельские руны. Сегодня в Карелии бушует 25 лесных пожаров на площади почти 6 тысяч гектаров. С огнем борются около 700 человек и 150 единиц техники. Самое крупное возгорание в Суаярском, Сегежском и Пряжинском районах. Там введены режимы ЧС. Пожар вблизи поселка Найстен-Ярви в Суаярском районе достиг площади 1000 гектаров. Накануне туда прибыли 100 сотрудников Невского спасательного центра и Санкт-Петербурга и глава МЧС России Евгений Зиничев. Подробности у Даниила Филина. Пожар вблизи поселка Найстен-Ярви начался еще на прошлой неделе на полосе отвода железной дороги. Огонь быстро подошел к жилым домам. До прибытия помощи местные жители своими силами пытались остановить возгорание. Рыли траншеи, носили ведра с водой. Однако к южной части поселка огонь все-таки подобрался. Эвакуировали жильцов 30 домов. Это 70 человек, в том числе 15 детей. Некоторые местные остались помогать спасателям. Ну, если честно, в первую ночь, в первый день, когда загорелось, в эту же ночь, приехали автобусы сюда, согнали. Мол, всех эвакуируют в школу. Я говорю, я никуда не поеду, у меня здесь дом какая-то школа. Мол, приедет милиция, будут вас из домов выгонять, пусть попробуют выгнать. Мой дом, кто в него зайдет-то? И как я могу бросить дом, у меня скотина, все здесь, все это нажито моим горбом, я это все брошу, поеду куда-то? Если бы не мы, ребята, не местные волонтеры, вот этого всего бы не было, все бы сгорело здесь. Ничего бы не было. Накануне в Настин-Ярве прибла группировка Невского спасательного центра из Санкт-Петербурга. 100 человек и 13 единиц техники. Всего в поселке с огнем сейчас борется более 200 человек. Задействовано 47 единиц техники, два пожарных поезда и два вертолета. По периметру поселка организовали минерализованные полосы. Они не дают огню перекинуться на жилые дома. По словам премьер-министра правительства Карелии, сейчас опасности для населения нет. Эвакуация отменена. Почти все местные жители могут вернуться домой. Но западная часть поселка остается еще задымлена. Сейчас ситуация полностью под контролем. Ситуация управляемая. Мы только сейчас разговаривали с руководителем тушения лесного пожара. Необходимо скорректировать определенные действия по тушению пожара с тем, чтобы максимально короткие сроки его локализовать. Сегодня в поселок прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Его встретил руководитель региона Артур Парфинчиков. Вместе они смотрели место крупнейшего пожара в республике. Зиничев заявил, что федеральные силы не уйдут, пока не будет снята угроза в Настын-Ярве. После они готовы пойти глубже в лес и помочь с тушением огня там. Зиничев также увидел работающую технику, в том числе и один из двух пожарных поездов. На данный момент в регионе работают шесть таких составов. Ветер меняется, вроде практически очагов вообще не было. Раз, так или иначе, начинаем где-то выстреливать, потому что линии лежат и охраняем населённые пункты. Частично проливаем уже под стилку. Ну тогда определимся. Я просто к тому, что тогда будем как. Пока населённый пункт под угрозой находится здесь, в случае, если угроза снимается вокруг, тогда Невский центр поможет коллегам в лесу где-то. Ну где поблизости. Сейчас в республике действует 25 лесных пожаров. На площади почти 6 тысяч гектаров. Ликвидируют их около 700 человек и 150 единиц техники. Даниил Филин, Данил Чинёнов, Александр Борисов, Станислав Шведов. Своярский район. Служба новостей. По информации Карельского гидрометцентра, существенного количества осадков, которые могли бы помочь республике в борьбе с лесными пожарами, не предвидится до конца июля. За этот месяц в Карелии при норме в 70 миллиметров осадков выпало лишь 2 миллиметра. Наихудшая ситуация сейчас прослеживается на юго-западе региона. Создалась ситуация, что называемое такое явление – атмосферная засуха. То есть в этот период даже 5 миллиметров осадков не было в течение вот такого периода времени. И температуры максимальные практически вот буквально до вчерашнего дня составляли 25-32 градуса. То есть это очень такое опасное агрометеорологическое явление. В Карелии атмосферная засуха зарегистрирована впервые. Специалисты выделяют ее как одну из основных причин массовых пожаров в республике. Также винят сухие грозы и человеческий фактор. На этой неделе в Карелии столбик термометра будет удерживаться на метке 15-20 градусов. Однако уже на следующей неделе жара вернется. Несколько дней Петрозаводск был окутан смогом от лесных пожаров, которые бушуют в республике. Люди чувствуют сильный запах гари не только в столице Карелии, но и в других населенных пунктах региона. Градус тревоги нарастает с каждым днем. Как защитить свое здоровье, что делать в случае затрудненного дыхания и паники, рекомендациями поделились петрозаводские врачи. Не стоит выходить на улицу, минимально выходить при необходимости. Это самая главная такая рекомендация. Конечно, позаботиться о своих пожилых родственниках, которым крайне нежелательно контактировать с воздухом, с таким задымленным. И о своих детях. Это две категории, которым вообще нужно все минимизировать, контакт именно со смогом. Ну и, конечно, общая рекомендация – это носить марлевые повязки в пять слоев марля. При необходимости ее можно даже смачивать. Основные рекомендации для всех – пить больше воды, не менее двух-двух с половиной литров. Принимать прохладный душ, потому что частицы в задымленном воздухе могут оседать на коже. Делать влажную уборку в доме и обязательно увлажнять воздух. Врачи предупреждают – во время смога не рекомендуется заниматься спортом на свежем воздухе. А как только появятся проблемы с дыханием или сердцем, нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Станции переливания крови нужны переболевшие или привитые от ковида доноры. На станции Раменцы торжественно захоронят останки бойцов. И в России новые сроки замены паспортов. Об этом и не только. Коротко. Республиканская станция переливания крови просит доноров, перенесших коронавирусную инфекцию и привившихся вакцинами от ковида, сдать кровь. Она нужна для заготовки антиковидной плазмы и лечения тяжелых больных. 23 июля на воинском мемориале уже до станции Раменцы состоится церемония захоронения воинов, погибших на Карельском фронте. Останки бойцов обнаружили в ходе вахты памяти Айталамби Раменцы, незабытый медсанбат. Следком Карелии проводит проверку по факту гибели 42-летнего работника прионерской сетевой компании. По предварительным данным, 16 июля в ходе ремонтных работ на аварийном электросетевом участке в Лахденпохе он получил смертельный удар током. Правительство России продлило срок действия российских паспортов, подлежащих замене. Теперь документ можно заменить в течение 90 дней. Также продлен срок подачи документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30, а 90 дней. За минувшие сутки в Карелии ковид-19 выявлен у 197 человек. 194 из них не были привиты. Подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Открыть пиццерию в Беломорске. Насколько это сложная задача. Несколько лет предприниматели Василий и Людмила успешно развивают свой бизнес фастфуда. Как начать свое дело и кому обратиться за помощью, рестораторы рассказали нашему корреспонденту. Здесь у нас готовая продукция. Это вот только что с печки, как говорится, вот еще горяченькая. Витрина уже запотела. Тут пицца, бургеры. Итальянские и американские лакомства прекрасно чувствуют себя и на севере Карелии в Беломорске. Семейная пара Василий и Людмила открыли здесь пиццерию. Муж занимался бизнесом давно, а вот жена осталась без работы. На нее и легли основные тяготы управления рестораном. А здесь у нас вот специальная детская комната. Здесь вот они играют, бесятся, подушками кидаются, как говорится. Тут летает по всему залу все. Основная аудитория заведения – это дети и молодежь. Проводят праздники, дни рождения, играют в настольные игры или в приставку. И как часто здесь бываете? Раз в неделю стабильно. Да, бываем. Суши кушаем. Пицца. Да, очень нравится. Вкусно очень пицца. Но заходят сюда перекусить и на обеденный перерыв. Хозяева следят за отзывами посетителей всех категорий. Мы работаем как предприятие довольно-таки молодое. И дело для нас новое, можно сказать. Поэтому мы стараемся наладить все. Еще пока где-то какие-то отзывы поступают. Может быть, где-то люди пишут. Мы реагируем на эти отзывы. Предприятие «Молодое» по меркам бизнеса. Работает пиццерия чуть более шести лет. С открытием и развитием начинающим рестораторам помогло местное агентство занятости. Девушка от нас получила 250 тысяч рублей, так как она является мамочкой несовершеннолетних детей. Девушка осталась без работы. Давно, видимо, они мечтали с мужем развить этот семейный бизнес, расширить его. Я считаю, что это очень хороший такой позитивный пример. Успешный пример для Беломорска. Кафе пользуется большой популярностью, особенно у молодежи. Сейчас Василий и Людмила налаживают процессы здесь, но смотрят в сторону открытия еще одной точки. Амбиции простираются до других городов республики. Осталось лишь выбрать место. Главное, говорят, они не боятся начинать что-то новое. Данил Чиненов, Варвара Ермоленко, Служба новостей, Беломорск. Помочь голодающим и снизить выброс продовольствия на свалке – главная задача благотворительного движения «Фудшеринг». Неравнодушные жители Петрозаводска тоже могут пожертвовать ненужные им продукты при помощи интернет-платформы движения. О фудшеринге в Карелии и чем его едят, расскажет Егор Буяло. 11 пакетов с продуктовыми наборами. Здесь масло, макароны, чай, кофе, консервы и сладкое. Все это осталось благотворительной акцией фонда «Открытые возможности». Чтобы еда не пропадала даром, было решено раздать продукты путем фудшеринга. Это движение зародилось 8 лет назад в Германии. Его главными принципами стали помощь нуждающимся и забота об экологии. Она выражается в сокращении выброса продуктов на свалке, где они начнут гнить и выделять метан в атмосферу. По данным российских исследований, в России выкидывается 17 миллионов тонн продуктов, и это становится причиной выброса огромного количества метана в атмосферу. В России движение фудшеринг, к сожалению, развивается очень медленными темпами, и этому препятствует во многом и законодательство, и культура общества, которая не принимает благотворительность как нормальный шаг в обществе. Руководитель движения в Петрозаводске Дарья Никонова признается, что темпы его развития в республике тоже оставляют желать лучшего. За пять лет существования к движению удалось привлечь около пяти тысяч человек. Продукты передаются по принципу B2B. То есть люди отдают людям. Сотрудничество с организациями, к сожалению, для нас очень тяжело дается. С нами сотрудничает периодически только магазин без упаковки, который отдаёт продукты с подходящим сроком годности. Для остальных ритейлеров это является большой проблемой, потому что отдать продукты нам для них выходит дороже, чем уничтожить их. Всё потому, что с точки зрения действующего законодательства, передача продуктов на благотворительность считается продажей, что вынудит ритейлера уплатить НДС и налог на прибыль за товары, которые они отдают бесплатно. Безусловно, для решения проблемы с утилизацией продуктов нужны изменения на законодательном уровне. Но по мнению руководителя фонда «Открытые возможности» Натальи Абрамовой, в первую очередь нужно обратить внимание на свои привычки. Если мы покупаем продукты, то покупаем ровно столько, сколько нам нужно. Конечно, можно себя иногда побаловать, но нужно рассчитывать и понимать, сколько мы съедим. А если вдруг мы понимаем, что мы не съедаем, то можно обратиться в такие группы ВКонтакте, которые доступны. То есть у нас город не очень большой, соответственно, все эти вещи можно делать. Чтобы стать дарителем, достаточно вступить в группу ВКонтакте, указать в объявлении ваш район, количество продуктов, тип упаковки, срок годности и приложить фотографию. Егор Буяло, Станислав Шведов, Служба новостей. Завершился конкурс детского рисунка «Образы карельских рун». Красочные работы участников разместили в фойе железнодорожного вокзала Петрозаводска на втором этаже. Разглядывала их и Александра Степанова. 2021 год «Карельских рун» творческая общественность республики решила отметить интересным конкурсом. Его итоги может увидеть теперь любой посетитель железнодорожного вокзала Петрозаводска. Образы карельских рун рисовали дети со всей Карелией. «Задача конкурса была познакомить детей с карельскими рунами, не вошедшими в Эпаскалевало, для того, чтобы они понимали, что кроме 50 рун, которые вошли в Эпаскалевало, существует и много тысяч других карельских рун, о которых мало кто знает». На выставке представлены работы детей от 6 до 15 лет. В своих работах ребята использовали различные художественные техники – от карандаша до гротажа. Экспертами конкурса и зрительским голосованием была выбрана лучшая работа – иллюстрация «Круни выкуп девушки», которая была записана в Кандапорском районе в конце 19 века. «Мы видим девушку, которая сидит в одиночестве, провожает взглядом те лодочки, которые проплывают мимо и просит забрать её с собой, чтобы она не оставалась одна. Ну, добрый молодец нашёлся, помог девушке, увезёт с собой. А вот это надо читать». Найти текст «Рун» можно в обсуждении группы ВКонтакте «Наследие Калевы». Выставка проработает до 26 июля. Александра Степанова, Александр Борисов, Служба новостей. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова